здравствуйте друзья сегодня четверг 8 марта как интересно вот всех с 8 марта кому относится с женским праздником замечательно и всем остальным рассказываю ну и собственно просто всем рассказываю том что сегодня в четверг опубликованы ну такой меморандум что ли такой меморандум к инструкциям по ужесточению правил с выдачей виз h1b вот тоже называется рабочая виза смысл в том чтобы уменьшить если не совсем прекратить такую практику когда компании особенно этим занимаются несколько очень крупных индийских консалтингов когда компании набирают людей на вот эти визы которые очень желанны востребованы в индустрии для того чтобы их перепродать этих людей кому-то то есть оно как бы законом не запрещено в явном виде вот нет такого запрета но там есть определенные правила которые которым очень очень трудно соответствовать если ты берешь человека вот так и его там куда-то перепродаешь то есть как бы задумка была не в том чтобы перепродавать а в том чтобы компания которой нужен человек могла бы его взять поскольку там айтишники в основном то конечно сложность знаете в чем сложность в том что вот нужен чек там наши на полгода ну его взяли на полгода а если допустим ее брать на три года на пять на шесть и грин карту ему делать и так далее то это уже ну вот какая компания может себе позволить то есть вопрос в том что если строго-строго ограничить вот так то может быть и те 85 тысяч виз которые сегодня выдают ну то есть 65 для всех и 20 тысяч дополнительно для тех кто получил мастер-дегри в сша то может оказаться что их и не разберут потому что это очень сложное такое обязательство компания на себя берет то есть может быть есть какой-то смысл в том что и консалтинге какие-то участвуют но но всяком случае значительное количество заявлений на эти визы подается именно с целью последующей перепродажи и большими консалтингами и маленькими кто только там вот не шустрит и не суетиться из-за этого возникают это тоже в частности то с чем пытаются бороться а так называемые люди на на бенче да то есть на скамеечке на скамейки запасных им в это время либо не платят денег совсем либо платят какие-то маленькие копеечки я могу сказать что вот как человек который все время сидит целыми днями в рекрутерском софтвере в частности на дайсе у меня лицензии я могу сказать так вот допустим еще там студента какого-то и вот он мне дает не выходит резюме не вижу резюме и тогда я говорю ну хорошо давай zip код и и беру точно это самый почтовый его этот индекс и смотрю всех кто там есть иногда бывает что вот резюме есть но по ключевым словам по темным причинам не выходит но вот смотрю там не знаю вот такой какой-то zip код там всего 30 резюме неважно по всем профессиям вот сегодня сегодня там 30 резюме смотрю его не думаю что тут такое а думаю там есть чек-бокс такой значит что людям нужен или нужна рабочая виза не местные как бы безрешение на работу думаю может быть он там чуть не то нажал чехнул морги попал в другую категорию значит я чек у себя значит убираю этот чек-бокс чтобы видеть всех из 30 получаю там 150 понятно да о чем речь то есть люди у которых нет разрешения на работу ставит zip код какой-то вот тут сани вилл mountain view и так далее ставят тут какой-то местный zip код чтобы их рекрутер нашел в местном zip коде а разрешение на работу у них нету и скорее всего эти люди сидят просто где-нибудь не знаю может быть в индии там другой стране и рекрутер им говорят вот развешивай свое там тех кто держит их визу развешивая резюме всюду вот и как будет проект мы тебя значит пожалуйста билет билеты есть привезем будешь на проекте то есть таких людей чудовищно много поэтому что сказать действительно происходит очень сильное злоупотребление в этой системе и и вы примерно догадываемся кто злоупотребляет списке публикуются название компании сколько тысяч людей они привозят для последующей перепродажи каждый год не имея собственных собственных проектов никаких и так далее так вот меморандум который сегодня значит опубликован там в принципе не то чтобы много нового потому что последний год вот с приходом новой администрации наезд на визу h1b на вот эти вот консалтинге он как бы происходит и так то есть не то чтобы там вдруг о них вспомнили но но тем не менее тем не менее пишут еще в комментариях к этому делу пишут люди что такие серьезные люди из прокуратуры там говорят что правильно было бы штрафы взимать большие и за нарушение и тогда это остановит как бы горячие умы желающие сшибить там свои три копейки на этом деле вот вот так но но вообще говорят штрафы предусмотрены штрафы есть но то ли не практикуют то ли маленькие даже не знаю что сказать в общем такая вот история ну посмотрим что будет дальше надо сказать что сейчас отсрочили еще на три-четыре месяца принятие решения об отзыве право на работу у жен программистов на вот этих вот на each one вот их супруги которые на each for обама по моему это было в 2014 году обама разрешил им работать начиная с некоторого момента в этапе получения грин карты семьей то есть не то что вот он приехал сегодня и жена может идти работать нет такого нет но если он уже сколько-то поработал на него подали на грин карту и уже это грин карта где-то там вот начинает в какой-то момент вырисовываться вот он разрешил ему работать дело в том что у специфически у ребят из индии поскольку там на разные страны как бы своя очередь на получение грин карты может так получиться что он тут лет десять будет работать пока получит семья грин карту и вот я так понимаю что была попытка облегчить ситуацию и разрешить работать супругом потому что на одну зарплату даже хорошую айтишную зарплату этом семья допустим там ребенок два ребенка очень трудно выживать тем более в таких местах как бы достаточно дорогих как под у нас тут и и год на чуть больше года назад это было там объявил что не трамп объявил было было сообщение в прессе писали что вот завтра обнародуют указ президента о том что забираются вот у них разрешение на работу но на завтра ничего не произошло да уже текст прямо был опубликован но на завтра ничего не опубликовали и возникла такая ситуация когда все ждут что сейчас отнимут разрешение на работу но в то же время не отняли и рекрутеры перепугались менеджеры перепугались люди у которых не было разрешения на раб не было green карты включая тех кто на политическое убежище подавал и имеют разрешение на работу через политическую бирже у всех у этих людей стали возникать проблемы потому что половина рынка для них исчезла сразу я помню сумасшествие год назад когда вот ребята которые там у нас по политике значит жаловались что просто через одного как только узнает вот что там какой решили работу первый вопрос гри карта есть нет все до свидания доходило до идиотизмов когда гри карта есть да какая какая green карта вот если а я думаю что что за разница а вот и мне человек рассказывает который в такой ситуации был он ведь у меня через браке мы акт непостоянное до свидания то есть абсолютное беззаконие абсолютно грубейшее нарушение всех законов но вот вот мы в таком состоянии находились месяц месяца три или четыре в обостренной форме потом форма стала помягче но и сейчас тоже это один из первых вопросов которые тебе задают если green карта уже не спрашивают какое у тебя разрешение на работать а спрашивает green карта есть это вот началось год назад и ну чуть больше и перенесли решение на по моему на сентябрь должны были в первых числах сентября принять решение а там еще организация есть которая занимается ну защиты как бы рынка от иммигрантов такая общественная и общественной организации подала в суд на решение обамы и суд должен был как раз вот там в начале сентября рассматривать точнее год назад в марте должен был рассматривать и попросили отнести на сентябрь администрация попросила суд перенести рассмотрение на сентябрь на полгода отложить потому что они должны определиться в сентябре они снова попросили там отложить и сейчас вот уже год прошел они попросили там сказали что им нужно еще месяца три-четыре чтобы понять посчитать и сказать вообще действительно ли так вот ну вот какая нынче ситуация какая нынче с этим ситуация ну ждем потому что если они скажут что отменять не надо право на работу отзывать не надо то они будут в суде защищать против этой общественной организации защищать решение администрации обамы что для них сами понимаете довольно необычное такое занятие защищать чего там обама решал они как раз в обратном совершенно состоянии противоположными скал вот все что обама делал должно быть уничтожено независимо от того хорошо это или плохо в эти вдруг на тебе в общем вот такая вот история относительно рабочих виз и право на работу для супругов супругов в основном это женщина конечно но не обязательно супругов тех кто на безе h1b и сейчас имеет право на работу вот так такие у нас новости счастливо